Приветствую вас, и, значит, я прочитал ваш вопрос, и хочется мне сказать, что, ну, на самом деле, вот ответы экспертов, которые вам ответили, они, конечно, правильные, вот, но, как мне кажется, не учитывают немножко одной детали. Детали того, почему ваша девочка загоняется, как вы говорите по этому поводу. По целую, семя часть того, почему она вообще стала загоняться. То есть, вот, непосредственно, с какого момента? С момента того, как вы стали встречаться, или еще раньше это было? Если это было еще раньше, то как вы как-то вот, получается, принимали ее позицию, позволяли ей быть вот такой, то есть, загонять по поводу своего, по поводу своего веса? Или как? То есть, как вот вы себя вели в этой ситуации? Как вы воспринимали ее? Далее, значит, соответственно, что-то изменилось, что вы перестали это делать, и теперь вам хочется ее переубедить. Какая в этом лично ваша мотивация? Я хотел бы очень, чтобы вы вот этот момент постарались для себя определить. Вот лично ваша мотивация в том, чтобы девочка перестала загоняться по этому поводу, как вот вы говорите, да? Она носит какой характер? Вот ваша личная мотивация. Она носит характер именно чисто помочь девочке? Или вы экспертируете какие-то свои цели? Это вот очень важные моменты. Далее. Что по факту можете вы делать? Что по факту можете вы изменить? Во-первых, с девушкой можно и нужно разговаривать относительно этого момента. С девушкой можно разговаривать. Для чего? Опять же, для чего девочка разговаривает относительно этого момента? Чтобы понять ее, значит, вот она говорит, что у нее, допустим, избыточный вес, если она вам это говорит, значит, она, соответственно, хочет получить какую-то реакцию в ответ, и либо реакция ей нужна в контексте поддержки, в контексте какой-то образной связи, либо тех деструктивных моделей поведения, о которых вам сказали эксперты. То есть, вот здесь вам нужно это вот четко определить, что стоит за желанием девушки вам доносить, что она якобы жирная, что у нее якобы проблемы с весом. Вот. Если она действительно по этому поводу переживает, то с ней нужно разговаривать, нужно прояснить для нее эти моменты, понять, почему она вообще боится быть жизнью, объяснить ей, что в данном случае имеют место быть своего рода стереотипы, которые, в общем-то, ну, которые всегда выбегисти будут, ну, в отношениях, в данном случае имеют место быть именно вот подобные стереотипические представления о том, что женщина обязательно должна быть, значит, худой и так далее. Но мы же с вами, я надеюсь, понимаем, что это просто стереотип и не более того. Но не понимает ваша девочка. Соответственно, до нее это нужно донести. Вот. Если вы увидите, что как таковые никакие слова она не воспринимает, а просто ей нравится, ну, например, ей нравится внимание, внимание, которое вы ей уделяете, да, например, если девочка ведет себя именно так, значит, проблемы реально нет. Она использует эти слова именно для того, чтобы добиться определенного внимания, определенных комплиментов и так далее. В этом случае можно, конечно, говорить о том, что у нее есть некоторые проблемы. проблемы с восприятием себя, вот. Но эти проблемы в данном случае не так критичны, как могли бы быть. Вполне вероятно, что вы, девочки, недостаточно комплиментов делаете. Вполне вероятно, что вы не даете ей того внимания, которого она хотела бы от вас получить. Вот. И тут уже вам нужно обратить внимание на себя и постараться, может быть, больше ей уделять внимание. Вот. Естественно, без фанатизма, естественно, если девушка постоянно говорит вам о том, что у нее проблемы с весом, ну, не нужно постоянно ее в этом убеждать. То есть говорить ей следует мягко, но довольно так жестко, что мы же с тобой уже, например, это обсуждали, мы обсуждали с тобой с тобой, что ты, там, например, не жирная, что ты, там, очень стройная, допустим, ну, и так далее, и так далее. То есть все себя, ну, именно так, на мой взгляд, в этой ситуации, в этом случае. Если у девочки ваши реальные проблемы, реальные трудности, вот, с восприятием себя, с правильным восприятием себя, то тогда нужно стараться, в первую очередь, что вы любите ее такой, во вторую очередь, что люди будут ее обсуждать, например, всегда и во всем, если она боится осуждения. Вот, в третьих, что ей не нужно стараться быть кем-то для вас, потому что вы ее и так любите очень сильно и в любом случае будете с ней всегда. И, в-третьих, конечно, ну, можно порекомендовать вам направить ее к психологу, хотя бы потому что эту проблему, проблему лишнего веса решает психолог. Вот, чтобы, иногда психотерапия, чтобы человек не стал в крайности, стремясь похудеть, например, в анорексии. Вот, то есть анорексия, это такое довольно опасное состояние человека, и физическое, и психологическое, по которым человек сильно направлено себя изводит тем, что он не ест, вот, но при этом, даже находясь в достаточно худом теле, человек все равно считает, что нужно еще больше не ест, чтобы, ну, чтобы добиться вот-вот одному ему видимого результат. Это очень плохо, опасно, и было бы правильно, если бы вы этого не позволили. Вот. Вот так, я думаю, вам и все из себя решите. То есть, значит, в конкретном проявлении девушки, в конкретном проявлении поведения вашей девушки, я порекомендовал, чтобы вы не вот втягивались в это вот постоянное доказывание идей, что она, там, хорошая, что она красивая, что она самая лучшая и так далее. Вот. Потому что в этом случае вы ее, ну, скорее всего, никак не переубедите в обратную. Тут-тут вам, мои коллеги сказали совершенно правильно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду раз вам помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...